Распадайтесь Ладно Я у вас не обные тарелки Да, да, да Проходим, проходим, проходим Ну ладно Ну что ж Добрый день Добрый вечер Уважаемые гости Уважаемые Я знаю кто поставлю Расскажу, что мы очень рады вас здесь видеть Мы Сегодня обсудим перспективы культурного И гуманитарного сотрудничества Между Саудовской Аравией И Российской Федерацией Очень хорошо, что это мероприятие Проходит В ту неделю, когда В Москве С официальным визитом Прибывает король Саудовской Аравии И мы очень рады, что Наши партнеры Из королевства Саудовской Аравии Такой очень большой Авторитетной Группой Приехали в наш город В нашу страну И Обсуждают не только культурные Но и деловые вопросы Но сегодня мы обсудим Каким образом Мы можем найти Взаимопонимание Прежде всего В культурном Аспекте Я с удовольствием Представлю сейчас Участников нашей дискуссии С российской стороны Сегодня я выступаю Сомодератором Моим сомодератором С аравийской стороны Выступает Госпожа Кода Аль-Халейси Член консультативного Совета Саудовской Аравии Член комитета По вопросам Глобализации Культурной политики Гуманитарных наук И исследований По вопросам женщин Она представит Членов Делегации Королевства Саудовской Аравии Участников нашей Дискуссии Но скажу Что Вот эта неделя Саудовской культуры В Москве Это конечно Уникальное мероприятие И Наверное Другой такой возможности Познакомиться С культурой Королевства Саудовской Аравии До всего момента У присутствующих Здесь в зале Во всяком случае Ни специалистов Ни арабистов Не было Надеюсь Что такие мероприятия Будут проходить Чаще Надеюсь Что знакомство С культурой Королевства Саудовской Аравии Будет теперь Регулярным Я надеюсь Что это будет Одной из Таких Векторных Историй Политики Королевства Саудовской Аравии Итак С российской стороны Участниками Дискуссии Являются Шамиль Идиатулин Писатель Журналист Финалист Национальной Литературной премии Большая книга Ну и Мы с ним Как раз поговорим О культурном Взаимодействии Дмитрий Бак Представлю Его как Директора Российского Государственного Музея Истории Российской Литературы Имени Владимира Даля Ну и Здравствуйте Здравствуйте Владимир Алина Сопрыкина Директор Музея Москвы И Человек Хорошо Разбирающийся В культуре А главное Наверное Я надеюсь Мы услышим Несколько советов Каким образом Вот это Музейное Сотрудничество Нам наладить Между Нашими Страдами Ну и Еще одного Участника Нашей дискуссии Со стороны Российской Делегации Я объявлю Марина Мария Дубовникова Профессор ГИМО И Тоже Человек Я просите Профессор Назову Вообще Просто Там загнули Очень сильно Сильно Да Я представляю Президент Интернешнл Медвестен Стадис Клаб Спасибо Да Простите Прошу Я Передаю Слово Моему Сомодератору Госпожа Ходи Аль-Халеси И она Представит Наших Уважаемых Коллег Страны Кролевство Саудовское Прошу Прошу Сауди Медвестен Прошу Парага Сау Аль-Хафнан Парага Кчуг Парага Капа Аль-Хафнан Парага Парага с моей другой коллегой, доктор Нур Аль-Юссиф, также чрезвычайно, профессор в Департаменте в Кинг-Сауд Университет и президент Сауди Экономик Ассоциаций. Она будет следовала бы доктор Басма Амир, один из главных экспертов в ВИЖЕН-2030, CEO of AKBKC, и МБО of Management Consulting. Эти наши гости. Я думаю, что мы можем всем приветствовать на двух сторон. Очень приветствуемся к всем нашим гостям. Спасибо. Саудовская Аравия. Мы начнем. Кому первому предоставим слово? Все-таки правила радушия российские подразумевают, что должны начинать наши уважаемые гости. Спасибо большое. Мы начнем с доктором Салих Аль-Хатлан. Спасибо. сказали. С Jeбście Буда. С inside out, intend человеческую reward молодежи России. Продолжение следует... أنا أعددت ورقة حول تطورات الأخيرة في العلاقات السعودية الروسية ولكن لأن الوقت قصير لا يسمح فأقتصر هذه الورقة في شكل رسائل أو تغريدات قبل شهر تقريبا مرت 27 عام على استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسية الاتحادية خلال هذه الفترة الطويلة مرت العلاقات بفترات سعود وهبوط علاقة كانت متألجحة لأسباب تتعلق بقضايا تهم الطرفين وإما على مستوى المحلي داخل الدولتين أو على المستوى الإقليمي وأثرت بلا شك على علاقته لكن منذ 2015 دخلنا مرحلة جديدة وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن هذه المرحلة ستستمر في التصاعد وأنا متفائل ومتأكد أن هذه المرحلة سيكون هناك ثبات إلا أن يكون هناك صعود لن نعود إلى مسألة قضية الصعود والهبوط طبعا المرحلة الجديدة شواهدها كثيرة الزيارات الأخيرة يعني الزيارات واللقاءات المكثفة بين المسؤولين خلال السنتين الماضيتين وعلى أعلى مستوى إن كان سمو ولي العهد مع رئيس بوتين إن كان وزراء الخارجية إن كان وزراء النفط وغيرهم فهذه كلها مؤشرات تدل على هي كثافة في الاتصال وتدل على رغبة في إحداث نقلة في العلاقات لما الذي حدث حقيقة لانتقال إلى هذه المرحلة الإيجابية من العلاقات اللي أراه أنه هناك تحول في المنهجية في العلاقات هناك ترتيب هناك حرص شديد جدا على أن تكون النقلة ممنهجة طريقة التواصل حقيقة الترتيب على سبيل المثال الترتيب بزيارة خادم الحرامين الشريفين اللي تولاها أعلى مسؤول في الدولة ثاني يعني بعد الملك مباشرة في الصاحب السمو الملكي اللبين محمد بن سلمان هو الذي كان يشرف على الترتيب لهذه الزيارة فهناك تحول في المنهجية في العلاقات هناك كذلك تغير آخر اللي أحدث هذا التحول الإيجابي وهو تغير في الإدراك روسيا والمملكة بلا شك للرغبة في تطوير العلاقات والارتقاب بها شكرا